Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 5 февраля, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, дорогие друзья, давайте приступим к сначала обсуждению новостей, которые вышли у нас в пятницу. В пятницу вышли мощнейшие нонфармы. Аналитики, которые прогнозировали одно, ошиблись, ну, как минимум, в два раза. Это изменит число занятых в несельскохозяйственном секторе почти в два раза. То есть, аналитики прогнозировали 187, а вышло 353. Невероятное количество занятых. Наверное, что-то там производят такое взрывоопасное. Соответственно, что на этих зеленых новостях, плюс еще и безработица, да, у нас упала. Естественно, бакс мрачно, мрачно укрепился по всем фронтам, что привело к хорошей волатильности на рынке. И давайте посмотрим, что можно поторговать от этой волатильности сегодня. Но перед этим посмотрим, какие новости на эту неделю нас ожидают. В понедельник Павл в 3 часа ночи. Очень странно. Но это уже не про нас. В 17.45 у нас пимяечки будут. В 18.00 тоже новости по баксу. Что еще из любопытного? Во вторник ставка по австралийцу. По рублю, я думаю, вообще никого не интересует новости. В четверг первичные заявки. В пятницу, в принципе, все. Ну, так себе, так себе. В Китае Новый год, я думаю, вы уже знаете. Давайте посмотрим, что можно поторговать на графиках. Поехали. Итак, начнем мы с котировочек золота, которые, как и ожидалось, упали. Почему ожидалось? Посмотрите мой обзор. Я говорил о том, что вот эта площадка, которая была оставлена добродушными маркетмейкерами, все-таки до нее достали, ее выбили, и сейчас рынок торгуется гораздо ниже. Перед этим был такой вот флажок. Я очень хотел шортить зло, потому что, ну, реально перетянуто было, как барабан. Сняло площадку, я думаю, вы помните, мы на этом заработали. Ну, вот, я хотел вот такой план. Заброс наверх и удар как минимум по нижней площадке и как максимум по вот этой. Но нонфармы не дотянулись, потому что они были апокалиптически сильные. Так, что сейчас по голде? Давайте кинем чистенький шаблончик. Посмотрим. Пока нет у меня какие-то понимания какого-то. Да, трешка уже прошла, то есть А, Б, С. Все пробили, болтаемся внизу. Впереди американская сессия. Я думаю, что Америка еще даванет, но пока каких-то сломов нет. Сломы сверху его не оттестировали. И внизу пока тоже опираться не на что, поэтому я пока по золоту не сигналю, не участвую. Пара евро-доллар. Пара евро-доллар падает. Мы с ребятами пытались покупать ее от слома. Я видел, что новости были мрачные. Много сюда не ставил. Стоп у нас был здесь. Ну вот, его благополучно снесло. Но те, кто работает фиксированным процентом от депозита, для тех людей напоминаю, что это просто минус один. На прошлой неделе у нас было плюс 10 по золоту. Идея не пошла. Хотя могли откорректироваться хотя бы до верхнего слома. Болтаемся сейчас внизу. Новых торговых идей пока нет. Ценники, конечно, мрачно низкие. Впереди у нас минимум декабря месяца. Скорее всего, на таких скоростях это все будет пробито. И уже после обновления декабрьского лоу можно мечтать в каких-то там коррекциях лонговых. А пока даже в рамках системы охота за стопами у нас нету целевых зон. Потому что все повыбито. Все повыбито здесь, здесь. Ну, в общем, ни о чем. Единственное, так слегка недобитая площадка здесь. Но, опять же, для нее нужны сломы. То есть, если вы хотите прямо сейчас купить еврик, то вам нужен лонговый слом. На данный момент лонговый слом будет вот здесь, по хаю сегодняшнего дня. Соответственно, если золотый еврик вырастет, к примеру, не знаю, там, да, оставит площадку вот в этой зоне, да, вот этому экстремуму какому-нибудь, либо новую набьет. С отката можно там пытаться лонговать, если вы верите там в какую-то, к примеру, вот эту цель. Но для этого он должен вырасти, сформировать какую-то двойную вершину, откатить на слом. И только отсюда уже что-то можно делать. То есть, пока валит, не трогаем, пусть валит. Австралиец. Меня интересует он больше всего. Он тоже пока не дает лонговых сломов, но, напоминаю, потенциал по нему самый огромный. Впереди у нас ставка по австралийцу. Ставка по австралийцу, там может всякое произойти. Напоминаю, что здесь австралиец находится в качестве базовой валюты. Если по австралу ставку поднимут неожиданно, либо поднимут больше, чем ожидается, то мы можем дать хорошего лонгового дрозда, который, наконец, поломает эту шортовую тенденцию. Я напоминаю, что цель по лонгам это вот эта площадка, которая была оставлена в два раза, три раза уже подхода было. От текущих ценников до этой площадки 4 тысячи пунктов уже с небольшим 4100. Может скорректируется ниже, будут еще шоколадные цены. Поэтому присматривайтесь к лонгам, можно там на пятнашках, на часе, там искать какие-то сломы. Если у вас там стопы по 100, по 200, по 300 пунктов, то впереди 4100. То есть, вы можете сделать 10 к 1, пытаясь здесь зайти. Ну, положите 2-3 лося, но 10 к 1 забрать, друзья мои, все это перекроется. Присматривайтесь. Я не говорю здесь лонговать на последние, но место очень любопытное на фоне того, что сверху оставили денежки. Фунтик. Фунтик летит. Сегодня переписал всякие экстреммы интересные, свои недельные. Ничего пока не генерирует нам, все подваливает. После нонфарма все попадало, никаких хороших откатов не было, поэтому инструмент пока не смотрим. Доллар. Доллар канадец. Тоже видно было, что неожиданно это новость для него. Он стоял в шортовой тенденции, но вот эти новости все поменяли. Пока тоже не участвую в этом всем. Наблюдаю, что может произойти. Кстати, мы не просмотрели недельки. Давайте быстренько, быстренько сейчас снова по золоту. По золоту у нас пин-бар шортовой тенденции. Это все, ну скажем так, этот пин-бар должен переписать минимум текущего года. На мой сугубо некомпетентный взгляд по неделям. По паре евро-доллар шаблончик чистенький, недельный кинем. Здесь пока, смотрите, в этом году по евро вообще ни одной обычной свечи не было. Такой шортовый паровоз, и мы влетаем в минимум вот с декабрьского лова. Скорее всего, это тоже будет переписано. Будьте внимательны, здесь много не заряжайте. Мы можем здесь зафлетить, потом будет ложный прокол и хорошая лонговая коррекция. А так, смотрите, неделя 2, 3, 4, 5, 6-ая неделя падения. Напоминаю, что еврик все лето падал безоткатно с июля по сентябрь. И ничего. Так, переключаемся к Австралу. Понятно, у нас тоже недельки, тоже подваливает. Но внизу такая тоже слома, место хорошее. Но мы еще можем неделю корректироваться. По фунту на недельках, раз мы уже его добили. Добили прошлой неделе опять шортовая. Пробили сегодня те лая, которые у евро есть. Но я имею в виду по корреляции. Ничего здесь сигнального пока я не вижу. Так, по доллар к анацию шаблончик чистый кинем. Что это за кибернечесть такая? Так. Прошлая неделя лонговый пин-бар. Впереди двойная вершина. Тоже похоже на то, что это заряд. Заряд сбросили покупатели. И как минимум это первая цель. И вот эта вторая можем достичь. То есть, фаза укрепления американского доллара, она еще может продолжаться. Поэтому будьте очень осторожны. Так. По доллар-иене. Доллар-иена тоже дала лонгового дрозда. Впереди площадка. Ее подвынесли сегодня, да, или нет. Давайте посмотрим внимательно. На часе. На часе. Да, был прокольчик. Но, видите, иена даванула. Тоже пин-бар такой же, как и в доллар. В принципе, все через бакс, все одинаково. Все недельные сетапы плюс-минус одни и те же. Все это на продолжение роста. Вот. И единственный вопрос, как с этим заработать, только на откатных сломах. Пока рынок перетянутый, откатов никаких нет. Курим бамбук. Так. Давайте обновим жижу. Жижа тоже подваливает. Все меня спрашивают, когда будем покупать жижу. Друзья мои, ждем лонгового слома. Лонгового слома пока нет. Вот. Даже на пятнашках. Не на часе. Ничего нет. Он валит и валит и валит. Да, есть идеи на то, чтобы купить этот инструмент. Напоминаю, что нефть оставила вот здесь неплохие цели. Вот эти вот. И в принципе логично, чтобы инструмент сюда вырос. Но для этого нужно, чтобы он поломался. Чтобы он поломался, надо просто следить за сломами. Ну, как минимум. Если дадут хорошую лонговую инициативу, если потом откатят на нее, то мы с нее тогда уже будем брать вот эту трехволновку. Пока этого нет. И шортовые сломы держатся. Курим бамбук и наблюдаем. Так. Биткоин не дал нам хорошего отката. Пока растет. Но еще может дать. Поэтому ожидаем. Доллар, рубль. Пока нас не интересует. Индекс бакса вышел из своего шортового канала. Впереди обновление экстремумов. Ну, по большому счету, через предыдущие инструменты все четко видно. Так, индексы, наверное, в печали. После выхода нонфармов все подваливает. Кроме NASDAQ. NASDAQ пока тоже в космосах. Но S&P четче, четче реагирует. Но даже на таких нонфармах он все равно рос. Напоминаю, что чем сильнее бак, тем индексом хуже. То есть, доллары перетекают из индексов в доллары и наоборот. То есть, такая четкая корреляция. Но именно сигналов пока нет. Поэтому не трогаем этот инструмент. Так, что касается газика. Газика. Газик. Дайте нам пятнашечки. Газик пока флетит. В пятницу переписывал low. Но ценники хорошие для покупок. Есть куда расти ему. Напоминаю, что есть идея здесь набирать его в ланге. От двушечки и ниже. И подержать в аду экспирации. Так, начиная с доллар-франка и дальше. Нас интересует сеточный метод торговли. Доллар-франк меня интересует ниже лова текущего года. Не трогаем его пока. Канадец-франк. Напоминаю, что в рамках техники он поломал свою шортовую тенденцию. И может дать очень хорошего лангового дрозда. В том числе и по двойной вершине, которую я ставил в августе 2023 года. Канадец-иена. Меня интересует выше вершины текущего года. Шаг не менее 1000. У франк-иена та же самая история. Шаг 1000. Шарты, сетка шортов. Аудикат. Впереди ставка. Могут закинуть либо вверх, либо вниз. Можно поймать. Но опять же, это дневки. Насколько там ставка это закинет. Небольшая волатильность будет. В любом случае, меня интересует ниже лова текущего года. Шаг не менее 500. Новозеландец-франк ниже лова текущего года. Шаг 500. Австралийский новозеландец пока спит в диапазоне. Ждем его границ. Еврокат. Еврокат. Присматривайтесь к лангам. Если, ну опять же, в рамках сломов. Если поломается здесь, поломает свою шартовую тенденцию, то можно от ложного пробоя дать вот здесь ланга. Вот если не успеете, и все улетит без вас, то выше вершины 23-го до 24-го года сетка шартов шаг не менее 1000. Еврофранк тоже также упал на ланговый слом. Вот, ну для любителей техники. Для тех, кто пытается здесь поторговать сетки, только ниже лова текущего года шаг не менее 1000. Инструмент залетный. Евро-Ауди стоит в диапазоне. Меня интересуют его границы и отработки, как в прошлом году. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему пятничному, точнее, видео. Поехали. Так, если бы экспирация по газу и нефти убрать, то можно было классно. Долго держать не получится эти инструменты. Ну, месяц можно, да. Так, добрый день. Интересно ваше мнение о методе торговли Герчка от уровня. Я так понимаю, вы с ним согласны только по поводу рисков. Я с ним согласен по поводу его периодических шуток и некоторых высказываний. Также мне его нравится книга в джунглях трейдинга, аудиокнига, которой ни у кого нет, кроме меня. Ну, еще нескольких человек. Ну, а так он веселый дядька, но торговый метод я его не разделяю. Так, Сандра, Сандра, Сандра накидала каких-то, или накидала, наверное, накидала каких-то едких комментариев в мою сторону. Я все прочитал и отвечу таким образом. Уважаемая звезда Сандра, если вы такая звезда, не можете посмеиваться над чужими идеями, то хотелось бы спросить, а где, дорогая Сандра, ваши торговые идеи? Если они у вас есть, а скорее всего нет, то я приглашаю вас в наш телеграм-чат, который находится в описании под каждым видео, и там зарегистрироваться под этим ником, и предлагать свои непременно гениальные торговые идеи, и показывать их отработки. После этого мы вас будем уважать, любить и ценить. Ну, а если вы и дальше будете писать всякую ерунду в мой святой адрес, то мы вас просто заблокируем. Спасибо за внимание. Так, золото обрадовало. Да, но то когда было, тогда было. Чем 100 тысяч герчика лучше бы купил мороженое? Да, забавное размышляю. Ну, вы знаете, мне не жалко этих денег, на самом деле. Было весело. Герчик классный шоумен. Но это был 17-й, там, 18-й год. Я был в рынке уже, там, сколько, с 13-й, там, 5-й. Я уже думал, я все понимаю, но я, на самом деле, я исписал, там, 18-листовую тетрадку, но так ни хрена не понял, что он делает. Ну, в общем, это был интересный опыт. Вот, я не жалею этих денег, но метод его не применяю. Так, прикупил Австрала после пенчатых новостей, но дневка закрылась печально. Да, печально закрылась, но это еще ни о чем не говорит. То есть, если вы работаете от сломов, и вы хотите купить инструмент дешево, вам нужно их просто дождаться на меньших таймах. И впереди, кстати, ставка по Австралу там может очень интересно покачать. Так, звезда у нас ржет. Напоминаю, кстати, звезда Сандра. На прошлой неделе мы закрыли золото 10 к 1. Это если вы торгуете фиксированным процентом депозита. Соответственно, еврик в пятницу закрылся минус 1 к 1. Итого получается плюс 9 к 1. Вот такая, друзья мои, математика. Так, что у нас еще? Все, в принципе, все. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации. Есть тайм-коды, с помощью которых можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Есть почта для связи, которую я не читаю. Есть открытый телеграм-канал по трейдингу, который я наполняю интересными темами. Есть телеграм-чат по трейдингу, где ребята предлагают торговые идеи, обсуждают их, ну и, в принципе, обмениваются опытом. Напоминаю, что с ИнстаФорексом у меня заключена уникальная партнерская программа, через которую вы можете вообще не платить свопы и торговать на ультра-спредах. Также вам будет доступен закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok